итак всем привет с вами добга и мы начинаем играть в коза редакс за до мальту и у нас такой небольшой орден а еще у нас есть секретная организация новые сыны мальты у нас есть целых 5 противника жизнь и мы потихонечку потихонечку будем восстанавливать нашу нашу империю наш орден но вы обязательно подписывайтесь если вдруг еще не подписаны а мы же поехали пока что-то говоря русификатора полностью на все фокусы на все нету поэтому я играю на английском не в целом нормально а ну надеюсь тоже не так плохо и вот а мы небольшая так сказать жемчужина среди земного моря получаемся по литочке прекрасно у нас эти говоря 0 любых вообще заводов не фабрик не военных заводов не верфей как бы мы не знаем что такое у нас есть только одна дивизия и та такая себе грустная но мы это все изменим у нас большая задача нам нужно уничтожить германию ну и давайте что дадим вам забастовки хотя вот это вообще как будто хуже но в целом без разницы потому что и так иначе все равно тнп это германии получат там начнется черный понедельник но мы теперь знаем кто на самом деле все это время провоцировала его вот прекрасно фабрика этом надо это первая мальтийская фабрика и мы будем строить правильно вторую так мы разжигаем там на фабриках проблемки вот они начинаются и начинается в германии черный понедельник очевидно именно наша рука начнет вот это вот смерть германии наша рука занесла топор от ее шеи и у нас тут есть разные варианты но это понимаю но все равно все надо взять начнем давайте с рыцарем мальта вообще-то есть три пути ты понимаешь социалисты демократы и именно орден но мы пойдем конечно по ордену потому что это выглядит самым интересным вот на истинные рыцари мальты нам рассказывают про наш орден давайте-ка сразу дальше ну пока что ничего интересного кроме фокуса фокусов здесь немало но в среднем и я бы не сказал что много достаточно все линейно что в принципе мне кажется для таких стран даже хорошо смотрите-ка здесь появился еще новый об армии так и сюда можно поставить какой-то фокус и кит допустим оба в получить от себя прикольно то надо будет изучить тебя я уже вижу что есть собак его допустим спец войскам прикольный танк прикольная и наверное на авиацию еще и немножко на флот прикольно и я думаю нам нет смысла брать никакие бафы на экономику потому что у нас ну на фабрика верно но вот допустим всякие исследования скейлиться всегда и в принципе опыт скейлиться тоже всегда как говорится так что давайте наверное начнем с именно опыта мы потихоньку составлять и досмотреть тоже немножко все переработали окей это даже на самом деле прикольно еще было раньше раньше да было как-то ну странненько сейчас можно поизучать и поискать что то полезно и самое главное не терть не забирают командные очки потому что это было очень больно и реально иногда что-то снимал просто чтобы были командные очки так мы давайте прошли по всем фокусом я уже лорные винтики не показывал тех партий которые мы мы не будем играть и мы объявляем свою независимость так сказать немножко объявляем себя миру и так мы смогли победить но как только мы стали независимы мы уже не можем быть так сказать такими секретами в общем-то у нас немножко развалилась теперь те кого мы поддерживали и те кто и смогли как говорится добиться независимости мальты нас обратно задушили ну что поделать выбираем все будущих если говоря надо будет еще сюда пройти у нас тут еще есть проблемы с языком мы это понимание очень уверены какой язык выбирать у нас тут есть эти социалисты и республиканцы которые все пропагандируют свои вещи и кстати у нас есть и еженедельный мэнпавер плюс 1000 от нашего малтийского гарнизона и я вам скажу это только начало как вы можете видеть здесь везде есть еженедельный мэнпавер и более того дальше он тоже будет так что мы сейчас наберем здесь очень много людей и так у нас весь выбор демократические выборы либо рыцари должны искать обеспечить контроль чтобы все было хорошо и конечно мы доверяем рыцаря поехали избавляемся от красного рака и смотрите нас есть вариант перейти в социалистов именно так получается социалисты приводится так сказать контр революцию словно хотя технические рыцари наверное не делали революцию они просто переняли власть но конечно же они не справляются с прекрасным орденом рыцарей который продолжает еженедельно набирать по 1000 человек и это только начало как говорится все больше и больше людей стекается под знамена нового крестового прохода и так приструнили мы теперь республиканцев и решаем мы будущее нашего ордена мы если что можем так сказать под тефтонцев покосить и пойти под немцев но я думаю очевидно что наш путь это вот этот путь путь независимый мы сами должны возглавить новый крестовый поход вообще если посмотреть вот сюда здесь есть очень сильные бафы но пока у нас нету никаких не фабрик не заводов военных нам эти фокусы на бафы и брать вообще ноль смысла как и стабильность единственно какие-то исследования может быть еще полезная хотя вот здесь смотрите здесь у нас будут как раз таки даваться нам фабрики но все еще не знаю очень мало по ощущениям по ощущениям это того пока что не стоит давайте сделаем реформу гарнизона чтобы уже начать получать еще по полторы тысячи еженедельно людей чем раньше мы это сделаем тем очевидно у нас будет больше потом и да да уст вульт мы вернем иерусалим получаем мы открываем рыцарь и получаем еще он пауэр и направление нашего грестового похода можно присоединиться к астроенгерской империи а потому что здесь пришел любит фельдс это забавно что они связаны на но нет но как бы мы сами сами будем себе решать что можно что нельзя смотрите кому получили место время так понимаю да да прекрасно стабильность огромная но как я говорил ни на что не влияет потому что у нас ничего не производится а еще я поискал где у нас есть военные заводы и вот они в земле инженеров и я думаю именно туда мы и пойдем давайте-ка сюда потому что нам нужны военные заводы чтобы начать делать винтовки внезапно как бы да у нас нет воензов поэтому ему не можно давлять новые линии но в общем то нам нужны винтовки полученного воензова начнем хотя бы их производить и делать какие-то дивизии первые и также делаем нашу дивизию моропехов мы сможем делать таких целых три ничего себя но и будем стараться потихоньку их заполнить нам нужно будет делать еще артиллерию и дополнительное снаряжение так что следует от этой фабрике наверно будет строить военный завод ну и да надо наверное немножко будет все-таки вложиться в экономику получили мы военные заводы давайте попробуем сюда прийти то сицилия под атакой мы в теории сможем украсть себе сицилию как я понимаю но я не уверен если мы прям пойдем войну с италией это скорее всего у нас будет ситуация увы но у меня есть ощущение что все таки все таки у нас что-то тут не так что-то нам все-таки наверное и передадут сейчас узнаем короче говоря я так понимаю у нас тут мы будем работать с местными какими-то лидерами мафии к примеру мы сможем забрать остров без единого выстрела и походу так оно и будет что тоже нас там промышленность наверно здесь что-то должно быть ну и как минимум там будут люди еще есть нюанс у нас нет никаких ресурсов нас в принципе нету фабрик ничего покупать поэтому я как бы и строю фабрику потому что если иначе мы получим каких-то военных заводов вас потом будет в ноль фабрики но мы будем реально в так сказать очень неприятной ситуации мы получим сицилию тут ресурсов нету но блин но я верю что тут хотя бы что-то будет итак сицилийский гамбит готов что же у нас будет происходить к что ничего вот мы завираемся целью блин по моему это лишь of empires что ли не знаю я может путаю может это еще чего-то там получаем сицилию это наш корки здесь есть две верфи фабрика военный завод наша промышленность только что увеличилась просто более чем в два раза невероятно шахтере можно забрать а радос у турции но наверное пока что не стоит просто нам туда нужно идти чтобы потом выйти войну с грецией но нам нужно перед войной с грецией хотя бы вот этих вот морпехов достроить было бы неплохо что давайте возьмем две фабрики и 3 слота это значит что мы потом сейчас можем туда достроить правильно один военный завод это как раз будет ну то что нужно из нас конечно все еще будет не хватать никаких ресурсов но тут как говорится увы хотя у нас теперь появилась фабрика на покупку стали как минимум давайте хотя бы сталь купим чтобы винтовки делать и но я так посчитала мы можем еще делать практически ноль тнп давайте сделаем вот это и потом сделаем вот это кстати выгоднее на самом деле сделать наоборот и у нас будет целых три фабрики одновременно строить просто посмотрите на эту невероятную все сюда выгоднее строить невероятную малтийскую экономику до заставляет как говорится задуматься и позавидовать но если что так бафы очень-очень сильная но очевидно что такая страна как бы не сильно от них забустится но конечно хоть что-то выжить да сможет но самое главное у нас по две с половиной тысячи людей в каждой неделе приходит поэтому энт пауэр у нас растет просто гигантский там все вероятница может сейчас начать войну и вот может это звучит как будто это хороший момент для того чтобы напасть но все еще есть такой нюанс а нам все еще нечем нападать в данный момент и этот стрел мы уже достигли нуля нп так что можно не строить не делать следующий фокус на тнп а идти я думаю к греции тут нас есть очень сильные бафы recovery rate атака еще recovery rate и наверно там заберем ордос и можем думать о выставке в грецию вряд ли мы доделаем прям дивизии но как получится я думаю как раз ким и возьмем этот вот баф на спец войска потому что у нас внезапно а будут именно спец войска в основном боевать нас фильмы блокируют черт чертовые пираты мы их обязательно покараем нет мы никогда не задимся война так война нападай подлый пират если есть конечно проблема что я к ним высадиться не смогу в жизни вообще захватить их было бы выгодно они там потом ресурс все позабираются это все но при этом можем сейчас что-то сделать единственное надо надеяться что вот эта дивизия сможет выдержать отражение у нас бафов достаточно надеюсь да и вот-вот лезет лезет ополчение уходи обратно в море подлый пират вам не взять нашу прекрасную мальту и сейчас смотрите-ка мы не последний лорд за написано что он последний а теперь написано что единственное она моя понял кочем и не единственно мы единственные достойны восстановить и взять с иерусалим на это конечно говорится вот этого я не предусмотрел и же спасать полермы и дивизию там и окружили тут они сейчас будут они еще сами в атаку пошли третика осада градиона радуси и мы не смогли его взять сожалению это грустно единственное что еще у меня очень раздражаешь нас нет никакого флота нет никаких фокусов на флот самое главное и но реально же ниоткуда не взять его может так начать строить но это же займет безумно ну безумно огромное время и даже нет технологий каких-то эсминцев я бы сказал вот они все-таки есть только почему-то ну окей они просто нет без цифр в общем наверно можно чуть какие-то эсминцы попробовать поделать наверное но не уверен насколько это полезно но как-то да стоит потому что ну нам надо какой-то флот поставить и черт и ладно это это мы сможем выпить я думаю эти сделаем вот так и если я увижу вторжение то я просто с диплой ну вот сюда вот эти дивизии но я думаю пора вкачать вот это туда снова неплохие бафы на армию я пускал очень хорошие и еще плюс manpower еженедельно так что продолжим накапливать но мне надо вот это здесь выпить и так как бы наготове здесь диплой и да мы наконец выбиваем ну почти наконец сейчас выбьем может дивизию можем получить фокусы те говоря истребитель это очень не так плохо но давайте наверное пойдем в дополнительные верфи и будем пытаться отстроить себе какой-то флот хотя бы что-то наверное просто спам эсминцами дешевыми чтобы хоть что-то было а там время появляются линкоры по фокусу жид на честные фокусы вас не он скрыться в том что я в греции тоже не смогу высадиться без флота откуда у нас должен появиться флот это хороший вопрос я вам скажу есть вариант у нас есть египет которого не так много всего и не так много кораблей на все еще 0 кораблей не сможет победить как бы не из какое количество кораблей даже если тут был один корабль а у меня 0 и я все равно не смогу победить на море очевидно и получить процесс на море тоже нет и сейчас следуйте хим морские и как бы думаю в теории в теории сейчас получу еще дуб верфи и может быть я смогу отстроить хотя бы что-то и вот еще есть еще одна верфь тоже мы это берем нужно максимум нам настраивается все что может только и вот он первый кораблик первый эсминец великого флота мальты пока что какой есть но потом мы верим что он станет лучше и больше и как вы только что могли видеть у нас здесь конвои топятся подлодками так что наверное назад я свою дивизию ту не хочу платить да это точно и да нам нужно сейчас будет есть лучше не применять и обязательно делать туда еще и сонары и противоподлодочные всякие мины все надо а я беру фокус в мир который даст нам клайма и казусы были попозже у сверя сицилию если мы демократы забавно он тут какие-то болиара боляры попробовать этот у демократов лишь мы пойдем что-то делать с армении египет и так прямо да вот египта у нас и будет остальная война хоть и можно делать военно-экономику что делают на стиль до нас 5 процентов окей смотрите мы делаем один военный завод но вообще вообще ощущение что нам нужно еще одна фабрика чтобы покупать ресурсы просто которых у нас ну ноль литр ли ноль как говорится да и у нас еще и топят наши конвои мы не можем покупать ресурсы по факту а вот и наша первая морская пехота прекрасно и скоро будет 2 а там может танец появится и третья но вообще вряд ли скоро короче говоря наша единственная надежда что в один момент нападет на фильме потому что иначе я честно говоря не вижу как-то вообще выбраться отсюда потому что они просто ну контролируют здесь все море а язык конечно же я думаю будем латинские как и у истинных крестоносцев и начинаем делать как только закончим наш этот эсминец новые эсминцы которые могут подводками работать да и которые все еще будут при этом наносить какой-то урон ставить при этом сюда по его я чувствую не стоит это слишком дорого как и ставить сюда fire control но слишком маленькая атака как бы это только light атака то есть на более-менее точно и слишком дорого чтобы как бы ставить так что вот как то так мы и будем делать хотелось бы конечно стать покупать но у нас нету конвоев на этом и как бы даже если бы и были нам все и потопили потопила бы фильмы что ждем пока они реально будут кем-то капнуты других вариантов я особо не вижу у нас пока что тут без особо шансов а и у нас начинается война вот здесь вот осман с киевским пактом как будто это наш момент чтобы пойти и забрать у египта египет говорится но есть нюанс мы не сможем покинуть это моря не под как кину ни в каком виде потому что этих кораблей нам никогда в жизни не хватит победить фильме если что мы наверное можем это начать контестить их подлодки но не более того мне кажется очень большой промах как раз таки вот в этих фокусах всех того что так вот это я поставлю что я радара делаю и как бы то мне страшно подрать политку на это то что сюда не добавили никаких ресурсов и на сицилии нет никаких ресурсов и ты просто сидишь и у тебя ну вот минус 30 встали раз уж вы делаете вот такое вот все раз вы делаете какие-то смешные фокусы но добавьте сюда ресурсы посмотрите вот просто на опять таки вот на это почему нельзя сделать хотя бы чуть-чуть вот здесь или добавить какие-то тоже корабли ну как-то как будто не хватает чего-то что это наверное может в следующей серии будем разбираться как-то с нашей ситуации посмотрим что можно будет сделать но с вами ребят был дубэй обязательно подписывайтесь если вы вдруг не подписаны лайки и комментарии подписывайтесь все ребята как обычно и до скорых встреч всем пока